МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый тренировочный заезд под профессиональным руководством 10-кратного чемпиона России по автокроссу преодолели 4 смельчака. Ребята попробовали разгон, научились правильно разворачиваться и с легкостью преодолевать самый сложный участок – поворот на 180 градусов. Я тонул последним. Если я там не влез, я, может, приехал пятым. Просто я турмаз не замечал, я просто газ жал и все. Первый раз мне понравилось, еще раз проехал. Вторыми за руль сели девушки. Александр Фабрициус позволил всем почувствовать автомобиль и трассу, чтобы на втором круге выбрать комфортную модель езды. Девчонки успешно преодолевали повороты и даже стремились показать хорошее время на круге. Но не всем участницам легко далась руль гонщика. Борьба с собой и препятствиями также стала частью мастер-класса. Первый раз в жизни вообще села за руль, не только за карт. Сначала было страшно, а потом как-то втянулось, понравилось очень сильно. Скажи об этом. Колеса снесла раз. Но потом выехала нормально. Скорость я не замечала, просто смотрела на дорогу, чтобы никуда не въехать. Интересная трасса здесь на стадионе ДОСАФ. Это детский картинг, профессиональная наша трасса, где мы проводим соревнования. И всегда предоставляем возможность и детским домам, и детей, которых приглашаем с района. Постоянно здесь проходят такие социальные акции, которые, конечно же, детям очень интересно сесть и попробовать настоящий автомобиль. То есть маленький настоящий автомобиль, который едет и может быть на большой скорости, и поворот, и все. То есть готовимся к Формуле-1, которая в этом году пройдет у нас в Сочи, тем более в России. Поэтому вот новые чемпионы, может быть, и вырастут. Тренировка на картинге под присмотром Александра Соломоновича подарила детям массу положительных эмоций. После прошли соревнования. Три с половиной круга и лишь одна попытка показать максимум своих возможностей. Роман Решетников стал третьим. Но незабываемый первый опыт за рулем не сравним ни с какими медалями. Ну, впечатление-то бомба просто. Если еще раз я попаду сюда, это будет просто счастье. В завершении встречи на картинге ребята попросили Александра Фабрициуса показать образцовое прохождение всей трассы. Финиш автогонщика они встретили аплодисментами. Победителем же соревнований стал Иван Антонюк, который прошел трассу за минуту 22 секунды. Он и все остальные участники и призеры мастер-класса получили подарки от Министерства спорта Омской области, а также смогли сфотографироваться с профессиональным автогонщиком Александром Фабрициусом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова